Ворох коммунальных проблем в новостройках. Полтора года многодетная семья Пермяков не может въехать в купленную квартиру. Малоэтажный жилой дом, в котором находится жилплощадь, буквально трещит по швам, говорят жильцы, и обвиняют застройщика. По словам людей, непригодными для жилья являются еще несколько домов, возведенных рядом. Дому полтора года. Оседание грунтов поспособствовало оседанию отмостки. Просело отмостка сантиметров 15-20. Дом, да, находится в заглублении, то есть, соответственно, все поверхностные талые воды, все стекают в подвал. В подвале дома на Снежной 17 сыро даже в жаркие и засушливые дни. Электрика таких условий просто не выдерживает. По стенам подъездов ползут трещины. Установленные на них в феврале этого года маячки тоже рушатся. Проблемы и с потолками. Так выглядят помещения, где живут соседи Ивана. Въехать в свою жилплощадь семья, в которой пятеро детей, не может уже полтора года. В апреле 2019 года мы вложили деньги. Задача дома была 12 декабря 2019 года. На сегодняшний день наша многодетная семья не может проживать в данном помещении. Во-первых, здесь проходят постоянные экспертизы, так как мы находились в суде и подавали иск на недостатки. Опасаемся за газовое оборудование, которое расположено здесь в каждой квартире. Эти фотографии Иван сделал весной. Отсыревшая стена над газовым оборудованием, обледеневшая труба в туалете, разрушающиеся вентканалы на крыше. Жители полагают, что новостройка в таком состоянии из-за нарушений во время строительства. И опасаются, что дальше будет только хуже. Тем более, что пример есть. Недалеко от малоэтажки на Снежной находятся ее близнецы на улице Речная. Они построены на год раньше. Во многих квартирах из-за влажности проступила плесень. Натуральная плесень. Потому что даже вот тронешь там, оно как будто какой-то мух. А вот так в доме на Речной выглядят вентканалы. Кирпич, из которого они сделаны, рассыпается, как песочное печенье. Двух с половиной лет эксплуатации дома. Произошло разрушение. Происходит разрушение кирпича. Соответственно, в дымоход попадает вот это все щепки кирпичные, что засоряют дымоход и газовое оборудование выходит из строя. Собственники квартиры искали помощь и у застройщика, и у местных чиновников. У людей есть ответы из кооператива, через который они приобретали жилье, и из районной прокуратуры. В связи с постоянно поступающими в ЖСК Култаева безосновательными замечаниями от ТСН «Снежная-17» был проведен комиссионный осмотр кровли жилого дома по улице «Снежная-17». Считаем претензии по протечке кровли, промерзанию труб стояков канализации и появлению конденсата в подвальном помещении, предъявляемые в наш адрес необоснованными. Согласно части 5 статьи 55 Городостроительного кодекса РФ, по результатам проверки наличия и правильности оформления представленных документов проведен осмотр многоквартирного жилого дома. По результатам осмотра установлено, что многоквартирный жилой дом соответствует проектной документации. Нарушений закона, требующих принятия мер прокурором, в ходе проверки не установлено. Мы направили свой запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в администрацию района и инспекцию государственного жилищного надзора. Ждем ответов. Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.